Добрый вечер! В эфире новости Ориен ТВ в студии Александр Криволапов. Вначале коротко о главном. Наказание уже вточили. Сегодня в Оренбургском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу родителей погибшей девочки, которую сбили насмерть на пешеходном переходе. Раз, два, три, продано. Сегодня в Оренбурге прошел аукцион на 10-летнюю аренду рекламных конструкций. Безопасность прежде всего. Сегодня сотрудники ГИБДД проверили автобусы для перевозки детей. Сегодня во время рассмотрения апелляционной жалобы по делу угонщиков в областном суде один из обвиняемых, находясь в СИЗО, попытался вскрыть в себе живот. Добавили срок. В Оренбурге ужесточили приговор водителю микроавтобуса, сбившему насмерть 12-летнюю школьницу. В марте суд первой инстанции приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы, однако прокуратура и родственники посчитали наказание мягким и несправедливым. Сам же подсудимый, наоборот, настаивал на уменьшении срока. Сегодня апелляционные жалобы сторон рассмотрел Оренбургский областной суд. Трагедия произошла 7 декабря 2016 года. Шестиклассница возвращалась домой после уроков. 12-летняя девочка по правилам переходила дорогу. В это время в плотном потоке водитель микроавтобуса с пассажирами спешил в Орск и не заметил ребенка. Девочка начинала уже переход по пешеходному переходу. Рядом ехавшие автомобили остановились. Знак пешеходный переход был виден. Разметка была видна. Было светлое время суток. Это было 5 часов 7 декабря. То есть ничто не мешало, в общем-то, кровец предпринять меры к торможению, остановиться. Кроме того, рядом сидящий пассажир на автобусе, который под управлением кровец, предупреждал его о том, он неоднократно свидетель Петров, в своих показаниях говорил о том, что я крикнул водителю, что девочка начала движение по пешеходному переходу. Но кровец не притормозил, не снизил скорость, продолжил направление прямо, сбил девочку на пешеходном переходе, остановился, проехав 10 метров. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Девочка умерла до прибытия медиков. Мы убедились, что на самом деле проблемы со слухом есть, что ставит вообще в недоумение, скажем так, сам факт нахождения его за рулем, поскольку он перевозил пассажиров длительное время по трассе Оренбург-Корт, ставил их жизнь под опасность, безусловно, ставил жизнь других участников дорожного движения. Но стоит отметить, водитель не пытался скрыться. Тогда на месте он оказывал медицинскую помощь ребенку. Суд первой инстанции признал мужчину виновным и назначил ему наказание. Два с половиной года колонии-поселения. Прокуратура посчитала приговор мягким и обратилась с апелляционной жалобой в суд. Еще раз я прошу прощения, родители, девочки. Дай Бог им терпеть. Не все. Осужденный просил смягчить наказание. Страна потерпевших же просила суд не проявлять снисхождение, а наоборот ужесточить приговор. Считаю, можно более суровым наказание применить, потому что, наверное, у нас не просто очень было. Суд все-таки прислушался к доводам прокуратуры и стране потерпевших. Приговор Оренбургского районного суда Оренбургской области 21 марта 2017 года в отношении Кравца Сергея Ивановича изменить. Усилить Кравцу Сергею Ивановичу наказание по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации до 4 лет 6 месяцев лишения свободы. С отбыванием наказания в колонии-поселении. С лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года. Наталья Голикова, Олег Штеллер, Орен-ТВ. Раз, два, три, продано. Сегодня в Оренбурге прошел аукцион на право 10-летней аренды наружной рекламы. За торгами азартных представителей рекламного бизнеса, вокруг которых в последнее время так много шума, мы наблюдали буквально несколько часов назад. Заявки на участие в торгах подали более десятка представителей рекламного бизнеса Оренбурга. На кону 17 лотов и миллион рублей. Цена на лакомые полноформатные щиты 3 на 6 метров взлетела в два с лишним раза. И вот заветный третий взмах деревянного молотка продано. Победителем аукциона по лоту номер 1 объявляется участник под номером 2. Это заявка от ООО телекомпании «Ряд». Многие из конкурентов находили свое объяснение появления победителей. Наружная реклама – один из самых прибыльных видов бизнеса, хотя на первоначальном этапе он требует немалых затрат. Сегодняшний розыгрыш – это только место. Сам баннер еще обойдется в копеечку. Выделены только адресные позиции по этим баннерам. И, соответственно, там уже вся установка и за наш счет. С проектной документацией, наверное, ориентировочно 300 тысяч каждой конструкции. Победители ликуют, проигравшие оспаривают. Малый бизнес не может в нем участвовать и может выкупить только другая компания. Ну и возможности у всех компаний ограничены. В цене оказались и счеты маломерки. Со ста с небольшим стоимость лота выросла в финале до почти четверти миллиона. Цена оказалась немаленькая. Это торги. То есть, соответственно, будем стараться окупать это со временем. По сравнению с прошлыми торгами, эти честные торги. Однако, так думают не все. Перемешанные по размерам баннеров лоты вызвали у некоторых участников торгов недоумение. Разный размер баннеров, разные особенности ведения рекламного бизнеса. Бизнесмены щекотали нервы и опустошали свои кошельки. Мэрия пополняла бюджет. Однако, были среди 17 лотов и такие, на которые нашелся всего один желающий. Какой суммой в результате пополнился городской бюджет, еще предстоит подсчитать. Александр Криволапов, Никита Плотников, Ориен ТВ. К слову, один из победителей торгов телекомпания «Ряд» почти наполовину принадлежит администрации города Оренбурга, которая и проводила аукцион. 49% принадлежит комитету по имуществу. Кадры не для слабонервных. Сегодня во время судебного процесса по делу об угонах дорогостоящих автомобилей один из обвиняемых попытался порезать себе живот. Он находился в следственном изоляторе. Общение судей с подсудимым происходило с помощью видеосвязи. В областном суде рассматривалась апелляционная жалоба ранее ленинским районным судом. Четверо мужчин в начале этого года были признаны виновными в хищении дорогостоящих иномарок и ценных вещей из салонов машин. Лидер группы Аран Манукен получил 8 лет строгого режима, а остальные от 3,5 до 5 лет лишения свободы. Прежде чем начать прение, сторона защиты потребовала отвода судей, однако получив в этом отказ и удовлетворение нескольких ходатайств, слово взял главный по версии следствия подсудимый. И вообще, Ваша честь, я Вам так скажу, такими действиями суд подталкивает людей не только ненавидит закон и судебную власть, а что самое страшное – свою родину. Это все выходит за рамки моего понимания. И мне больше ничего не остается, остается иного способа восстановления своих права как данной формы протеста. Конвой вывел из камеры Манукяна, а суд объявил перерыв. Прежде чем приступить к прениям, нужно было понять, каково состояние подсудимого. Через некоторое время он снова появился перед камерой и лег на лавку, пояснив, что ему больно сидеть. Для разъяснения ситуации была приглашена фельдшер-изолятора. Может ли он участвовать в судебном процессе? Может. Фельдшер не исключила, что Манукян может находиться в состоянии аффекта, от боли. Адвокаты настаивали на переносе заседания. С учетом произошедшей попытки членовредительства, я считаю, что действительно следное заседание может быть отложено. Одновременно с этим я ходатайствую перед судом о вынесении частного определения в адрес администрации из правительственного учреждения, поскольку не бывает обеспечена безопасность осужденного. В итоге до прения сегодня так и не дошло. Суд перенес заседание. Семейная пара присвоила около 3 миллионов рублей. Деньги, которые принадлежали известной международной компании производителя газированных напитков, сообщает портал Орск.ру. Женщина работала бухгалтером в Орском отделении компании, ее супруг там же водителем-экспедитором. Пользуясь служебным положением, супруга забирала деньги, полученные с продаж, а в документах писала, что провела оплату по безналичному расчету. Предприимчивая пара в наказание получила тюремные сроки. Женщина проведет 2 года в колонии общего режима, а ее супруг – 1 год. А кроме того, им придется компенсировать убытки компании. О других преступлениях и происшествиях далее в рубрике «Ориентировка». В Оренбурге молодой человек упал с 10-го этажа. Трагедия сегодня днем случилась в одной из многоэтажек на улице Степной. По предварительной информации, погибшему было около 20 лет. Я вот здесь вахтером работаю, и соседка идет в подъезд, я вот там сидела, она подходит ко мне и говорит, «Ты знаешь, там парень упал». Это был час дня. Молодой человек упал в непосредственной близости с детской площадкой. От полученных травм он скончался на месте. Как нам рассказали местные жители, парень снимал квартиру в доме и проживал один. Следователи сейчас по данному факту проводят проверку. Тело было направлено на экспертизу. Правоохранители также выясняют круг общения оренбуржца, где он учился и что на самом деле произошло. Был ли это несчастный случай или намеренный поступок. В Солилецке полицейские задержали похитителей наградой медали времен Великой Отечественной войны. Семейная пара стала жертвой квартирной кражи. Через окошко стекло разбили, ценности пропали. Но в основном самые ценные – это ордена, заработанные моей мамой, папой, бабушкой. Всего было украдено 14 орденов и медали. Полицейские вернули их законным владельцам. Потерпевшие говорят, что ценности передают и будут передавать из поколения в поколение. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ, то есть кражи, максимальное наказание, за которое предусмотрено до 6 лет решения свободы. Разыскивается Татьяна Захарова, 1967 года рождения. 24 мая в 11 часов утра она вышла из торгового комплекса Оренбург и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Рост Татьяны Захаровой – 180 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы светлые. Была одета в белый плащ, джинсовые бриджи. Просьба ко всем, кто имеет какую-либо информацию о том, где находится Татьяна Захарова, звонить по телефону, указанному на экране. Боязнь у власти перед главными выборами страны стала слишком очевидна. Последствия становятся все более явными. В программе «Эхо-неделя», которая завершилась в нашем эфире час назад, свое мнение по принятому решению Минюста высказал депутат законодательного собрания Оренбургской области Владимир Фролов. Напомним, на этой неделе Министерство юстиции разрешило органам власти проводить массовые мероприятия в любое время и в любом месте, без разрешения и уведомлений. Усиление протестных настроений накануне президентских выборов – это и есть. Сегодня главная причина, причина следственной связи – принятие этих жестких законов. Вы знаете, и депутатов сегодня ограничены, они уже и депутатов боятся, потому что они нам вчера в Государственной Думе запретили проводить публичные мероприятия, то есть отчеты депутатов где-либо. То есть, если я провожу, хочу собрать там людей, допустим, где-то в зале, я должен получить разрешение фактически, да, подать уведомление в этот орган власти муниципальной, разрешат, опять же не разрешат, начнут десятки причин искать, вот, чтобы я, допустим, не провел. Если бы этого пробела в законе не было, то его все равно бы придумали. Это уже мнение экспертов программы «Неделя», при этом они добавляют, современный закон трактуется слишком вольно. Если читать буквально закон, там государство поэтому не обозначено, как субъект, который может пользоваться этим правом, а там просто нет. Но его вывернули по-другому, что, оказывается, надо это понимать так, что государство не должно заранее согласовываться. На мой взгляд, это искажение смысла закона, духа его. Программа «Неделя» в эфире Ориент-ТВ. Смотрите через три часа. Время выхода в эфир 22.50. О том, как оренбургские предприниматели готовятся к 1 июня, началу запрета торговли разливным алкоголем в многоквартирных домах расскажем во второй части программы, а пока короткая реклама. И вновь к новостям. Вот что вы увидите во второй части программы. Из магазина в ресторан. Насколько активно оренбургские предприниматели готовятся к 1 июню, дню начала губернаторского запрета торговли разливным алкоголем в многоквартирных домах. Безопасность прежде всего. Сегодня сотрудники ГИБДД проверили автобусы для перевозки детей. С продуктовыми мошенниками намерены бороться радикально. Роспотребнадзор планирует ввести уголовную ответственность за фальсификацию продуктов. До запрета торговли разливным алкоголем в многоквартирных домах осталось ровно 5 дней. Однако бизнес на пенном не торопится меняться. Статус разрешенных кафе и ресторанов получили единицы. Остальным предпринимателям свою деятельность, очевидно, придется свернуть. Под запрет с 1 июня по области попадет порядка 600 магазинов, более сотни баров, торгующих пенным в розлив. Сохранить прибыльный в летние месяцы бизнес можно, но для этого надо сменить статус магазина на кафе и ресторан. Требования к новоиспеченным заведениям общепита строгие. Гардероб, раздельные санузлы, но главное – собственная кухня. Как говорится, раз пьете, то хоть закусывайте. Помещения, санитарные правила соблюдения и так далее, и так далее, наличие оборудования. Но для потребителей основное – это все-таки предоставление услуг питания. Допускается изготовление из полуфабрикатов промышленного производства. Это может быть пицца, это может быть пельмени, это может быть гриль, там продукты какие-то. Но это важно, что это готовится в этом предприятии. Если все в порядке, бизнесмен может приглашать проверяющую госпошлину и заветный сертификат, как индульгенция от полицейских и административных рейдов в кармане. Однако на это пока пошел лишь каждый 20-й из подпадающих под запрет предпринимателей. Эксперты выезжают, это один рабочий день, то есть это в пределах 4 тысяч рублей. Порядка 40 заявок мы имеем, с которыми работают наши эксперты по подтверждению услуг общественного питания. Выдано 6 сертификатов в соответствии. Остальных ждут полицейские проверки и штрафы от 5 до 50 тысяч рублей. Кого и как штрафовать, стражи порядка пока слабо представляют. К тому же по своей инициативе кошмарить бизнес МВД не может. Нужны заявления граждан. А вот закрыть нарушителя процедура хлопотная. Страфной убыток пенный бизнес покроет за пару часов бойкой торговли. В летний день выручка злачных мест отчисляется десятками тысяч рублей, говорят специалисты. Безопасность прежде всего из 23 школьных автобусов в трех выявлены неисправности. Сегодня сотрудники ГИБДД проверили безопасность перевозок детей. Экипаж ДПС расположился возле областной филармонии, где сегодня прошла акция «Поют дети Оренбужьи». Школьников из разных районов области привезли на мероприятия на пазах и газелях. Проверки школьного транспорта пройдут повсеместно. И связаны они со случаем возгорания автобуса, произошедшего с детьми в Александровском районе. Патруль в усиленном режиме начал работу с самого утра возле культурного учреждения. К областной филармонии один за другим переезжали автобусы, наполненные детьми. Пока юные таланты готовились к выступлению, сотрудники ГИБДД проверяли транспорт. Автобусы, предназначенные для перевозки детей, должны соответствовать техническим требованиям. Полицейские в первую очередь проверяют удерживающие устройства для юных пассажиров, тахографы, аптечки и огнетушитель. В порядке должны быть и документы. Все в порядке. Резину посмотрели, документы, предрессы. Ну, все проверяют абсолютно. И сейчас зачастили, часто проверяют везде. Сейчас остановили нас перед городом, проверили. Но несмотря на проверку транспорта еще до выезда, сотрудники ДПС нарушения все-таки нашли. Мы составили три административных материала на водителя. За тахографы, карты тахографа были не вставлены в тахограф. И один материал по техноисправности. Теперь некоторым водителям придется за это заплатить. Самый минимальный штраф за нарушение – 500 рублей для физлица. А вот для должностного лица наказание куда серьезнее – от 5 до 10 тысяч. Нахимичилов в тюрьму. Роспотребнадзор планирует ввести уголовную ответственность за фальсификацию продуктов. Об этом сегодня пишет российская газета. Производители подделывают чаще всего молочные и мясные продукты, заявляет в федеральном ведомстве. С продуктовыми мошенниками намерены бороться радикально. Все компоненты продукта должны быть указаны на упаковке. В противном случае это уже фальсификат. Потребитель, который покупает дешевый продукт, должен знать, что он будет есть. Производители же зачастую хитрят, заменяя натуральные продукты более дешевыми аналогами, не предупреждая об этом покупателя. Подделывают чаще всего сгущенку, тушенку и молочные продукты. Сейчас за подобные нарушения выписываются штрафы до миллиона рублей. Тем не менее, по последним отчетам Роспотребнадзора в России за последнее время 12 производств были закрыты. У 360 наименований продукции были отозваны сертификаты соответствия. Кроме того, в правоохранительные органы были переданы больше 250 материалов уголовных дел. По статистике Федерального управления Росстандарта, большой перечень продуктов, тесты на качество не прошли. Больше всего фальсификата среди молочной продукции. На первом месте – сливочное масло. Далее идут пломбир и сгущенное молоко. Хватает некачественного продукта с такой маркировкой среди мясных и рыбных изделий. Убьешь комара – наживешь проблем. В народном календаре сегодня день лукерий комарницы. Согласно приметам, в которые верили наши предки, комары появлялись только к 26 мая. По количеству насекомых в этот день можно было делать прогнозы на предстоящее лето. На Руси полагали, что осенью насекомых ветер уносит на юг, в заморские страны, а весной они вновь возвращаются. Крестьяне верили, что если до 20-х чисел июня хотя бы одного комара убьешь, то на смену ему еще дюжина прилетит. В общем же, существовало очень много добрых примет, которые были связаны с комарами и 26 мая. Скорее всего, это как раз и объяснялось тем, что их нельзя убивать. Например, много комаров – жди много грибов. Если комары на лукерию, значит уродится ягода. Если верить в приметы, этот год будет урожайным. В ближайшие сутки в Оренбуржье облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой дождь, местами гроза. Ветер восточный с переходом на западный, умеренный. Температура воздуха ночью от 8 до 13 градусов тепла, днем в пределах от 19 до 24 градусов. В Оренбурге облачно с прояснениями и возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный, умеренный. Ночью 10-12 градусов тепла, завтра днем плюс 21, плюс 23 градуса.